Учить нельзя, заканчивать. Казалось бы, этим лозунгом можно было обозначить завершающее занятие из большого цикла школы для тренеров некоммерческого сектора, Центра социальных технологий Гарант. Специальная обучающая программа для руководителей и специалистов некоммерческих организаций, а также тренеров, занимающихся обучением НКОшников, длилась почти три года. Да, это действительно уже шестой семинар школы тренеров для некоммерческого сектора и уже более 120 человек прошло через наши тренинги и география очень разная, начиная от Дальнего Востока и заканчивая Калининградом. На финальный тренинг основы управления в Архангельск приехали участники из Ямал-Ненецкого автономного округа, республики Хакасия, Удмуртия, Красноярского, Хабаровского края и других уголков страны. Всего более 20 специалистов, работающих в некоммерческом секторе. Некоторые из них – постоянные участники образовательных проектов Центра Гарант, в том числе школы для тренеров. Я участвую четвертый раз, то есть у меня первый был, это с первого проекта успешной коммуникации, я впрыгнула, нужно сказать, в последний вагон, и мне это очень понравилось. А потом было социальное проектирование, фандрайзинг и на данный момент управление. У меня довольно-таки большой опыт управления, но вчера я была просто в шоке, поскольку у меня не хватает пазлов, которые нужно бы собирать и сложить такую свою собственную картинку. Собрать целостную картину, научить не только работать в системе, но и осознавать механизмы управления проектами, подключать стратегическое видение для эффективности развития организации, участникам в этот раз помогали опытные тренеры. Директор Архангельского Центра социальных технологий Гарант Марина Михайлова и коуч-бизнес-тренер, генеральный директор компании Development Group Евгений Горькаев. Мы сегодня передаем методологию ведения тренинга по основам управления организацией проектами. Это одна из востребованных тем на сегодняшний момент некоммерческими организациями в России, потому что, с одной стороны, финансирование, структура финансирования устроена таким образом, что деньги, как правило, выделяются на проект, и поэтому проектное управление в организации присутствует. Но при этом организации имеют еще и операционную деятельность, ведут, требуется умение управлять и самой организацией, командами в организации для того, чтобы генерились эти самые проекты. И поэтому очень важно соединить два типа управления и научить руководителей организации этим пользоваться. Евгений Горькая в тандеме с другим профессиональным коучем, партнерство тренеров и консультантов Development Group Юлия Исиличевой также работали с участниками школы тренеров в марте этого года в рамках методического курса «Групповая динамика в тренинге». На курсе «Интерактивные методы обучения. Секреты применения» своими знаниями делились опытные тренеры из Самары Юрий Майстровский и Екатерина Асташева. Ольга! Вот теперь Ольгу можно второй раз вычеркнуть. Интерактивность и использование игровых методик – основной принцип обучения в большинстве модулей школы. Взрослых учат не так, как детей, и читать взрослым лекции практически бесполезно, потому что у них есть собственный опыт, они сразу критически к этому относятся, и поэтому учить взрослых можно только дав им попробовать, дать им понять на собственном опыте, что они чего-то не знают, и только потом дать им эти знания. Сейчас я покажу вам изображение автобуса, которое вы должны будете потом воспроизвести. Итак. Автобус – это всего лишь метафора общего дела, управлением которого каждый из участников должен будет овладеть. Алексей Гусаков – уже опытный тренер, не первый раз участвует в обучающих модулях школы, но каждый раз находит для себя новые инсайты и точки роста. Каждый раз, когда проходишь подобный тренинг, начинаешь осознавать себя с разных сторон. Сначала думаешь, что ты хороший руководитель, потом ты понимаешь, что может быть не очень, а потом понимаешь, что тебе еще очень-очень много чего придется научить, и самому научиться, для того, чтобы научить своих ребят. Такие возможности развития для специалистов НКО, в том числе и обучения от лучших коучей страны, стали возможны благодаря Архангельскому центру социальных технологий «Гарант» при поддержке фонда президентских грантов. На мой взгляд, здесь очень высокий уровень профессиональной подготовки именно специалистов области некоммерческого сектора, за что огромное спасибо. У нас в регионе, в Буртии, нет такого уровня специалистов и такого уровня организаций, которая бы настолько серьезно, планомерно и системно занималась подготовкой кадров для некоммерческого сектора. Поэтому я себя чуть ли не каким-то там прометеем чувствую, что я проведу эти знания. Судя по отзывам участников и по запросам от специалистов некоммерческих организаций, желание нести качественные знания в народ еще очень востребовано. Поэтому «Гарант» надеется, что изначально лозунг этого сюжета будет звучать интонационно иначе. Учить нельзя заканчивать. Мы думаем, что в этом цикле это завершающий семинар, но мы будем надеяться, что сможем найти ресурсы на то, чтобы продолжить работу школы тренеров. Ну и если учить, то половина дорога раскладывается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!